Видооставлено сайтом online-gdz.net Сейчас мы разберём задание 975 В задании 974 мы предположили, что если разложить обыкновенную дробь со знаменателем 9 в периодическую, то дробь 5 девятых будет иметь вид 0,5 в периоде. Давайте это проверим. Итак, дробь 5 девятых. Разделим числитель на знаменатель. 5 разделить на 9. Целая часть меньше делителя. Берём по нулём. Остаток 5. Целая часть закончилась. В частном ставим запятую. Сносим 0 из десятичной части. 50 разделить на 9. Берём по 5. 5 умножить на 9 будет 45. 50 минус 45 в остатке 5. Мы получили тот же самый остаток. Остаток 5. Значит, он будет повторяться бесконечно. Точно так же, как будет повторяться бесконечно цифра 5 в частном. Поэтому записываем. 5 девятых равно 0 целых и 5 в периоде. Ну, наше предположение оказалось верным. Давайте проверим, действительно ли обыкновенная дробь со знаменателем 9 превращается в периодическую по этому правилам. Б. Дробь 6 девятых. Можно предположить, что это будет периодическая дробь 0 целых и 6 в периоде. Проверим. 6 разделить на 9. Целая часть 6 меньше, чем 9. Возьмём по 0. В остатке 6. Целая часть закончилась. В частном ставим запятую. Сносим 0 из десятичной части. 60 разделить на 9. Берём по 6. 6 умножить на 9 будет 54. 60 минус 54 в остатке 6. Получили остаток, который у нас уже был. Остаток 6 повторяется. Значит, и цифра 6 в частном тоже будет повторяться. То есть, 6 девятых это 0 целых и 6 в периоде. Проверим для В и Г правильность нашего утверждения. Итак, В. 7 девятых. По предыдущему правилу это должно быть 0 целых и 7 в периоде. Проверим. 7 разделить на 9. 7 разделить на 9. 7 меньше 9. Берём по 0. В остатке 7. Целая часть закончилась. Ставим частную запятую и сносим 0 из десятичной части. 70 разделить на 9. Берём по 7. 9 умножить на 7 будет 63. 70 вычесть 63 в остатке 7. Получился остаток, который уже у нас был 7. То есть, он будет бесконечно повторяться. Как и число 7 в частном бесконечно будет повторяться. То есть, получили 0 целых и 7 в периоде. И Г. 8 девятых. Разделим 8 на 9. 8 разделить на 9. 8 меньше 9. Берём по 0. В остатке 8. Целая часть закончилась. В частном ставим запятую и сносим 0 из десятичной части. 80 разделить на 9. Берём по 8. 9 умножить на 8 будет 72. 80 минус 72 в остатке 8. Тот остаток, который уже у нас был. То есть, он будет повторяться бесконечно. Цифра 8 в частном тоже будет повторяться бесконечно. То есть, 8 девятых равно 0 целых и 8 в периоде. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.